Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. И сейчас коротко о главном. Красивые плакаты, рекламирующие хорошую жизнь, под собой скрывают полную разруху. О том, как в Рязани сочетаются разрушенные дома с желанием комфортно жить. Бизнесменам не рождаются, а становятся. Одного только классического образования для завоевания вершин теперь недостаточно. Сегодня Россия отмечает День зимних видов спорта. Наш корреспондент выяснил, какие из них являются самыми необычными. И явно не входят в Олимпийские игры. В прошлом году в Рязани прошли масштабные проверки газового оборудования. Им подверглись 145 организаций, осуществляющих управление или техобслуживание многоквартирных жилых домов. В результате три управляющие компании города были оштрафованы за нарушения. Еще около 40 вовремя их устранили. Более подробно о проблеме расскажет Галина Ершова. После взрыва в первом осеннем переулке по всей стране прокатились массовые проверки газового оборудования. В 2016 году в Рязанской области было обследовано порядка трех тысяч домов. Около полутора тысяч из них входят в так называемую группу риска. Там проживают одинокие пенсионеры и люди без определенного рода занятий. Внеплановые проверки коснулись 145 управляющих организаций, действующих на территории области. В ходе их проведения было выявлено и предотвращено 60 случаев утечки газа. Было зафиксировано почти 340 нарушений, многие из которых были устранены сразу же во время обследования представителями специализированных газовых служб. Также было составлено три протокола и выдано 39 предписаний. На должностных лиц накладывается штраф от 50 до 150 тысяч рублей по статье 14.1.3, а на юридических от 150 до 250 тысяч. То есть довольно-таки серьезные штрафные санкции, касающиеся управляющих организаций. Типичные нарушения – это нерабочая автоматика, засоренные комфорки, нерабочее состояние вентканалов или газоходов, использование гибкой подводки к оборудованию, которая не соответствует техническим требованиям. Стоит отметить, что благодаря такому комплексному подходу рязанский опыт по проверке газового оборудования был признан передовым в стране. Бдительность также усилили и сами жители города. На обращение граждан у нас под 6 тысяч, наверное, приходит ежегодно. Если видят где-то в квартире какое-то переустройство, лучше успокоиться. И лишний раз мы комиссионно обследуем, даем разъяснение, что все делается в соответствии с проектной документацией, все согласовано с администрацией, допустим, города или муниципального образования. Также гражданам стоит внимательно относиться к проверкам газового оборудования. Чтобы не попасть в лапы мошенников, убедитесь, что на подъезде вашего дома висит соответствующее объявление. За 10 дней до проверки организация должна проинформировать о неграждан с указанием точного времени. Также в объявлении будет указан номер телефона, где вам смогут ответить на все интересующие вопросы. Проявляйте бдительность и вовремя проверяйте газовое оборудование, чтобы жизнь была по-настоящему комфортной и безопасной. После каждого нашего выезда на аварийное жилье в Рязани кажется, что это апогей, разрухи и хуже быть уже не может. Но терпение горожан и безответственность местных властей, видимо, действительно безграничны. Скорее всего, многие рязанцы видели ряд рекламных счетов на московском шоссе возле торгового дома «Барс». Они всем известны – это центр города, всегда оживленная автодорога. До гипермаркетов рукой подать – идеальная картинка современного города. Но цель именно этих плакатов – не только рассказать о ближайшем концерте или рекламе. То, что они скрывают, вызывают ужас и отчаяние. Сейчас мы расскажем о том, что творится по ту сторону на проблему. Обратил внимание рязанский интернет-портал Я-62 и наш корреспондент Алена Куколева. По ту сторону рекламных счетов. Стоит только заглянуть за красочные постеры и видишь, какая разруха прикрывается ими. Трудно поверить, но здесь все еще живут люди. В этом доме заколочены окна и проломлена крыша. Еще в прошлом году упало дерево, но у хозяйки дома возможности подчинить ее нет. Она одна с двумя детьми. У меня мать, когда за отца замуж выходила, ее прописывать здесь не ходили, потому что дома под снос. Ну, как видите, вот мне уже 47 будет. У меня дети взрослые, дочки 24, сын 18. Мы все здесь, все стоим. И никому не нужны. Стоило поставить здесь рекламные счеты, как о жилых домах за ними тут же забыли. Как коммунальщики, так и городские власти. Под программу переселения из ветхого и аварийного жилья дома не попадают. Дело в квадратных метрах, которых нет. Сколько ходил, сколько писал. И нам ответ был один. Вы под нее не подходите. У вас частное жилье, вы не подходите. А потом я в газете прочитала, что по ветхому жилью дают столько метров, сколько у нас есть. Шесть квадратных метров, все мое удовольствие. Здесь нет водопровода. За водой местные ходят на колонку на Михайловском шоссе, что примерно в километре отсюда. Цвет есть, есть печка, удобство на улице, вода по Михайловске. У меня кто не спрашивает, как ты живешь, я говорю, очень хорошо. У тебя газ есть? Я говорю, нету. А вода? Вода на улицу. А как ты живешь? Я говорю, вот так вот я и живу. Соседка Ирина и Ольга проводят к себе домой. Чтобы согреться, топят печку, подкладывают дрова. Газопровода здесь также нет. Строить его в свое время городские власти не стали. Дома значились под снос, а теперь говорят, что жилища людей слишком гнилые, чтобы к ним подводить газ. Печку топим по утрам, по вечерам, как с работой приходим. Потому что никаких удобств нет. Ощущаете, что живете в центре города? Ощущаем. Плакатами заградили, чтобы нас не видно было. В 2006 году у людей появилась надежда. Строительная компания «Кайман» собиралась выкупить весь квартал, чтобы построить новый микрорайон. 18 жилых домов, магазинов, аптек, поликлиник, филиалов, банков и культурно-офисных нежилых помещений. Рядом с их избушками долго стояли красочные плакаты, иллюстрирующие, как будет выглядеть новый микрорайон. Однако все, что успела строительная фирма, это выкупить лишь часть домов. После чего приказала долго жить. Незаброшенный район в самом центре Рязани остался на плечах властей города. Город же, в свою очередь, просто прикрыл гниющие развалюхи рекламными щитами. Не пугать же прохожих и гостей города местными видами. В пустующих домах, из которых люди смогли уехать, зимой живут бомжи. А летом спят прямо на улице. Летом тут и на бугру, и под бугром, и везде, где хочешь. Они тут чем только не занимаются. И пьют, и любовью занимаются, и все, что угодно. Наши коллеги, журналисты интернет-портала Я-62, назвали этот район гетто в центре Рязани. А местные говорят, что о том, что здесь все еще живут люди, чиновники вспоминают только перед выборами. В перерывах же между зарабатыванием очков и голосов депутаты и чиновники предпочитают не знать или не помнить об этом месте. Вполне же логично, в оставшихся домах проживают в основном старики. А учитывая то, в каких условиях, естественного вымирания микрорайона ждать остается недолго. Сегодня в России впервые отметили День бизнес-образования. Февраль часто становится подходящим месяцем для планирования и старта новых проектов. Поэтому время для праздника выбрано не случайно. К тому же в этот период многим нужны новые навыки и знания, чтобы оптимизировать работу по проблемным направлениям. О том, чем бизнес-образование отличается от классического вузовского и зачем предпринимателям учиться, выясняла Галина Ершова. Молодые и взрослые, опытные и начинающие. Они знают, чего хотят от жизни. Предприниматели открывают бизнес в соответствии со своими увлечениями или видя возможность заработать. Но наступает момент, когда каждый достигает своего потолка. Или толчка в развитии, нужно пойти учиться. 7 февраля в России впервые отмечают День бизнес-образования. Личная эффективность, налогообложение, мотивация персонала, самопрезентация и продажи. Информация в бизнесе устаревает за несколько месяцев, поэтому учебников практически нет. На помощь предпринимателям приходят тренинги и курсы, но проходить их тоже нужно с умом. Ходить только на те мероприятия, на те курсы, которые будут вам полезны, применимы для вашего бизнеса или для вашего личного развития и роста. И обязательно делать сразу все. То есть получил знания, применил, получил, применил. Также, чтобы добиться успеха, нужно общаться с людьми из своей сферы. Дело в том, что родные и друзья переживают за своих близких и начинают активно отговаривать их ввязываться в волонтеры. В подробностях рассказывают о трудностях и опасностях. А вот предприниматели сразу начинают делиться личным опытом. Каждый день им приходится делать выбор, поэтому проблемы они превращают в задачи, для которых уже ищут решения. Когда они общаются между собой, они видят пример успеха, они видят другое отношение. Это их морально очень поддерживает. Многие приходят в бизнес без экономического образования. Это инженеры, врачи, учителя, которые любят и хорошо делают свое дело. Но стоит ли им доверять советам коллег? Начинающим бизнесменам кажется, что они приходят в среду с жесткой конкуренцией, где помогать просто так никто не станет. Это одно из самых популярных заблуждений в бизнесе. Когда человек достигает определенного уровня развития, вне зависимости от своего возраста, когда у него есть большой багаж знаний, ему хочется этими знаниями делиться. Если человек в своей сфере успешен, то о никаких конкурентах говорить не стоит. Второе популярное заблуждение – это создание бизнеса ради зарабатывания денег. С таким подходом на рынке существовать сложно, ведь мы живем в эпоху, когда люди хотят качественного сервиса. Целью бизнеса является создание ценного, конечного продукта, то есть того, что нужно людям, за что они готовы с удовольствием отдать деньги, с удовольствием. Если ты с ними общаешься как человек, который хочет для них помочь им что-то в жизни ценное создать, получить или жить лучше, это совсем другое отношение. Любовь клиентов и уважение коллег – вот к чему стоит стремиться. А для этого нужно всегда держать руку на пульсе нововведений. Чтобы получить больше знаний и навыков, рязанские предприниматели могут пройти бесплатный образовательный курс в Школе молодежного предпринимательства. Набор в нее проходит два раза в год на конкурсной основе. Также в Ассоциации молодых предпринимателей регулярно организуют мастер-классы и тренинги по бизнес-темам. Действует система наставничества. Поэтому главное – это желание развиваться и улучшать жизнь региона. А почерпнуть необходимые знания помогут в бизнес-сообществе. Вновь полицейские Рязани задержали наркоторговцев. На этот раз граждане осуществляли деятельность с помощью своего интернет-магазина. Как выяснилось, в проекте принимали участие двое молодых людей, организовав целую сеть по торговле запрещенными веществами. Оперативники в ходе мониторинга регионального сегмента сети интернет выявили работу торговой площадки по незаконной продаже наркотических средств. Злоумышленники, организовавшие магазин, торгующие наркотиками, старались соблюсти анонимность. Однако рязанские полицейские уже давно научились раскрывать секрет интернет-инкогнито. Выяснилось, что к организации сети незаконного сбыта наркотиков причастны два 20-летних рязанцам. Предполагалось, что они обеспечивают работу интернет-магазина и сами по поступившим через интернет-заказам раскладывают наркотики по Рязани. Зафиксировав, как молодые люди прячут в укромные места в разных районах города самодельные контейнеры, полицейские задержали злоумышленников. При личном досмотре и на квартире задержанных сотрудники полиции обнаружили аналогичные контейнеры с пастообразным веществом. Экспертиза установила, что злоумышленники незаконно хранили сильнодействующее наркотическое средство синтетического происхождения. Всего было изъято около 10 граммов синтетики. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на сроку до 20 лет. Ровно три года назад в Сочи состоялось открытие зимней Олимпиады. Событие оставило большой след вплоть до учреждения новых праздников. В 2015 году наша страна впервые отпраздновала День зимних видов спорта, как раз в день открытия Олимпиады 7 февраля. В дальнейшем праздник сместили на первые выходные, следующие за этой датой. Очень удобно то, что в этот день могут проявить себя не только спортсмены привычных видов спорта, но и самых необычных. Об этом далее. В ближайшие выходные на базе отдыха Мещера пройдет межрегиональный молодежный фестиваль «Рязанский валенок». Уже в 17-й раз соберутся студенты команды из районов области и коммерческих структур. Это событие направлено на возрождение национальных русских традиций, игр и забав, а также способствует развитию и укреплению контактов между молодежью, пропаганду здорового образа жизни и активного отдыха. Фестиваль состоит из 10 спортивных, 3 творческих и одного интеллектуального конкурса. Есть минимальный состав, 8 человек, 4 парня, 4 девки. У нас так это называется. Не командир, а воевода. Не жюри, а боярская дума. Ну и все в таком роде. Минимальный состав 8 человек. И обязательное условие – на всех должны быть валенки. Потому что у нас все спортивные соревнования, которые проходят на улице, они исключительно в валенках. Если сравнивать его с валенком первого года, этот фестиваль, то в валенках и со всего фестиваля был один человек. Это я. А сейчас это обязательное условие в положении прописано. Валенки на всех. В 2001 году появился шуточный творческий конкурс «Посольские дары», в ходе которого дружины рассказывают о себе и преподносят подарки Боярской думе. Так со временем у фестиваля «Рязанский валенок» появился свой музей. И «Посольские дары» теперь не просто конкурс, а запечатление истории фестиваля. Самое большое впечатление вызывает хоккей в валенках. От обычного хоккея он отличается тем, что на игроках непривычные всем коньки, а валенки. Вместо шайбы – небольшой мячик. Самый большой конкурс – городок аттракционов. Это 26 станций, в которых дружины должны пройти стафету максимально быстро. Весь фестиваль проходит с пятницы по воскресеньям. Первые два дня полностью заняты соревнованиями, а последний день – награждение. Победителям у нас вручаются валенки. Не просто валенки. Символические валенки, наполненные монетами. За первое место в общем зачете – это белые валенки с 10-рублевыми монетами на сумму 8 тысяч рублей. Потом за второе место серые валенки с 5-рублевыми монетами – там 5 тысяч рублей. И за третье место черные валенки – там рубль 2, там 3 тысячи рублей. Каждый год организаторы мероприятия придумывают новые забавы. На прошлом фестивале участников встретили факелами, фейерверком и костром, который по традиции зажег победитель прошлого года. 2016-й стал рекордным по количеству участников. Всего было зарегистрировано рекордных 18 команд. В этом году заявлено 14. Любой желающий может посетить это мероприятие и поболеть за понравившуюся команду. На данный момент это все новости. Следите за событиями на нашем сайте и официальных группах в соцсетях. Удачи вам и хорошего настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова